Любленные гуляют по берегу красивого озера. Там плавает пара прекрасных лебедей. Девушка долго любуется ими и наконец говорит молодому человеку, а ты хотел бы быть таким большим белым красивым лебедем? Парень кривится, да ты что в такой холод с босыми ногами и в воду? Психологи говорят, что люди различаются по своим ведущим каналам восприятия. У всех у нас есть пять органов чувств, но тем не менее восприятие информации от одного из них является наиболее предпочтительным. Поэтому восприятие делит нас на некоторые категории. Это визуалы, воспринимающие информацию через зрение, аудиалы, которые предпочитают слуховую информацию, и киноэстетики, которые предпочитают такие каналы, как осязание, обоняние и вкус. Также выделяет еще один тип дискретов, которые предпочитают получать логическую и словесную информацию, но он встречается крайне редко. Давайте поговорим, какие особенности каждого из этих типов можно наблюдать. Прежде всего наибольшее количество людей является визуалами или предпочитают зрительную информацию. Около 35 процентов людей пользуются зрением как основным источником впечатлений. Значит ли это, что они не слышат и также не чувствуют ничего подобного? Все органы чувств работают у них хорошо, но зрительная информация для них кажется более простой, и они больше получают информацию, если что-то видят. Как правило, это те ученики, которые любят наглядные пособия, картинки, любят смотреть фильмы, постоянно что-то рисуют или составляют схемы или графики. Если вы визуал, то наиболее понятными способами обучения для вас являются иллюстрации или картинки, или популярные ныне ролики, выложенные в ютюбе. Вам достаточно один раз увидеть, чем много раз услышать. Дело в том, что у визуалов информация хранится в виде образов, в виде картинок, в виде некоторых представлений. Если они представляют внутри с помощью воображения какую-то картинку, она рисуется зрительным образом. И поэтому использование различного рода изображений, наглядных пособий в обучении для них наиболее ясный, понятный им язык. Также есть аудиалы. Это те, которые используют слух как ведущий канал восприятия. Это люди, которые любят слушать музыку. Это люди, которые любят, когда им что-то рассказывают. Им недостаточно прочитать инструкцию по бумаге, им нужно прийти к начальнику, чтобы он им рассказал это. Как правило, маленькие дети до того момента, когда они начинают читать, очень часто используют слуховую информацию, потому что взрослые рассказывают им много, и они в основном получают информацию о мире из рассказов, которые они слышат от взрослых людей. Со временем и с ростом различных медийных средств, конечно, визуальная информация становится доминирующей. Какие методы обучения наиболее характерны для аудиалов? Это лекции, которые нужно прослушивать. Это дискуссии, в которых разные люди высказывают свои точки зрения. Это те всякого вида музыкальные обучающие. Это методы, которые используют пение и музыку в своем обучении. Если вы аудиал, то популярный способ чтения книг с помощью прослушивания на аудио будет весьма привлекательным для вас. Распространение аудиокниг сделало их доступной до большой категории людей, которые не читают книги, но с удовольствием слушают их. Другой тип людей это кинестетики, которая предпочитает чувствовать то, как происходят вещи, принимать их на вкус или вдыхать определенные запахи. Как правило, все эти три органы чувств работают одновременно. Кинестетики это те люди, которые очень часто двигаются во время обучения, им сложно сидеть спокойно на протяжении долгого времени. Им все нужно пощупать, понюхать, попробовать на вкус. Если вы относитесь к этому типу, то вам понравятся лабораторные работы, которые проводятся в школах, вам понравятся проекты, в которых нужно что-то воплотить в практической деятельности, сделать какой-то продукт. И во время обучения такие способы, как экспериментальное освоение, как собирание каких-то конструкций, вам будут наиболее понятны, и они будут задействовать ваш ведущий канал восприятия. Что же касаемо до последнего типа, то ученые отмечают, что в последнее время типы дискретов стали появляться гораздо чаще, чем прежде. Скорее всего, это связано с ростом информационных технологий и с тем, что сейчас слово и формула в программировании становятся все более и более популярны. Поговорим о том, как можно понять, глядя на человека, к какому каналу восприятия он отдает предпочтение. Прежде всего, нужно обращать внимание на язык человека. Что он говорит, какие термины он использует. Посмотри, какой голос говорит типичный визуал. Те термины, которые использует человек, как правило, описывают, каким образом он воспринимает информацию, каким образом она лучше кодируется в его конкретном мозге. Поэтому для визуала характерен словарь посмотреть, увидеть, нарисовать, описать. И очень часто они увлекаются этими подробностями, потому что они представляют внутри картину, которая стоит перед их глазами. В словаре аудиала будут использоваться такие выражения, как услышать, понять, распознать, тон, звук, шум и так далее. Коностетик будет говорить о движении. И надо отметить, что коностетики не очень крестноречивы. В основном, их внутренний мир, их переживания сосредоточены внутри. Вместе с тем, они будут подчеркивать, что они пощупали, увидели, какой прекрасный вкус, какой прекрасный запах. Это было так приятно, надо сходить на массаж. И все, что относится к переживанию конкретных этих органов чувств. Дискреты будут использовать такие выражения, как логика, формула, знаки, значения и все, что мы относим к миру цифр и миру слов. У людей с различными предпочтениями восприятия информации по-разному работает взгляд. Визуалы направляют свой взгляд наверх для того, чтобы представить мысленно образ, который они видят. Аудиалы, как правило, держат взгляд в средней позиции. Для киноэстетиков характерно опущенный вниз взгляд. Поэтому, если будете обращать внимание на то, куда человек смотрит, вы вполне можете определить, к какому типу он относится. Точно так же есть определенные особенности внимания у различных типов с различными каналами восприятия. Для киноэстетиков очень сложно быть сосредоточены на визуальной информации или на слуховой. Ему нужно двигаться. Поэтому, если вы смотрите на энергичного человека, постоянно находящегося в движении, скорее всего, он относится к этому типу. Аудиал очень легко отвлекается на звуки. Если только вы слышите, что заиграла музыка или кто-то что-то заговорил, автоматически внимание Аудиала будет переключено на звуки. Визуал всегда интересуется чем-то нарисованным, образами, графиками. Часто во время занятий визуалы рисуют что-то в своих тетрадях, чтобы переварить ту информацию, которую они слышат в понятную им форму. Конечно, есть определенные особенности запоминания. Визуал запоминает то, что он видел. Аудиал запоминает то, что он слышал. Кинестетик запоминает то, что он пережил или то, что он прочувствовал. В связи с этим нужно обращать внимание на те методы обучения, которые используются для каждого из этих типов. При обучении нужно использовать, какие каналы информации находятся в группе учеников. То есть, если ваши ученики обладают подавляющей в большинстве визуальным каналом информации, нужно использовать много изображений, видео и наглядных уроков. Если это аудиалы, которые ходят в наушниках и погружены в мир музыки, вы можете ставить музыкальные произведения, использовать различные методы, задействующие звучание. Для кинестетиков нужно предлагать подвижные игры, нужно предлагать им двигаться и чувствовать, дать им потрогать тот материал, который они изучают. На следующем занятии мы поговорим более подробно, как учитывать ведущие каналы восприятия в методах обучения. Успешной учебы!